Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать всех вас на моем канале. Сегодня у нас с вами вкуснейшая курица-гриль. В общем, это большая достаточно курица, но с таким ракурсом она выглядит чуть меньше. Я немного сверху очистила ее от вот этих вот горелых частичек. Хотя раньше всегда все вместе ела. В общем, очень аппетитная. Дальше у нас здесь, значит, смит, который я разрезала и поместила сюда. Будем хлеб тоже кушать. Квашеная капуста со свеклой. Рецепт будет в инфобоксе, если я не забуду. Также здесь нан-шарап. Здесь у нас кетчуп, йогурт, чай, маслины. В общем, целая поляна. Приятного аппетита вам, если вы начинаете кушать и мне. Давайте приступим. Так. Ой. Как я люблю курицу-гриль. Вы не представляете. Вы не представляете, ребят. Это просто одно из самых любимых. Я люблю шаурму вкусную. Я люблю роллы. Люблю курицу-гриль. Что-то у меня крыло не отрывается. Вы знаете, что 23-го числа в России были митинги. Я увидела видео, которое, наверное, увидел каждый из вас. По-моему, это в Питере было, если я ошибаюсь. Поправьте меня. ОМОН просто взяли и ногой вот со всей дури в женщину. И получается, что женщина отлетела прям. Прямо на несколько метров отлетела. Это было просто ужасно. Я была шокирована. Как так можно обращаться? Она просто стояла недалеко от дороги. Ладно, была на что-то кричала. Это то, что засняли. А сколько всего не засняли. В общем, что мне хочется сказать, ребят. Кто за, кто против. Неважно. То, что происходит, это ужасно. Я очень люблю Россию. Я считаю ее своим домом. Вторым своим домом. Там живет мой папа. Я там прожила очень много лет. Я считаю, что это великая держава. С очень хорошей историей. И то, что люди восстали против, они должны быть услышаны. Как написано, единственный источник власти в стране. Является народ. Так и должно быть. Из дома 2 есть одна участница. А знаете, когда была просто участницей, выделялась всегда своей справедливостью. То есть она всегда всем в лоб говорила все. И в общем, она в своем инстаграме выставила скрин. Где у нее покупают рекламу, чтобы она против Навального там что-то сказала. Сказала, что на митинге там были только дети. Обсмеяла эту ситуацию. И потом она видит, что другие блогеры как раз таки говорят тот текст, который ей предлагали за деньги. Но слава богу, не все в наше время покупается. И продается. Я просто желаю, чтобы это все закончилось и закончилось в ту пользу, которую вы хотите. Так что вот так вот, ребят. Оказывается, такую рекламу покупают и продают. Но я даже без понятия. То, что все блогеры зарабатывают рекламу, это ни для кого не секрет. Ну, вы знаете, иногда есть один бывший участник телепроекта Дом-2. Не буду назвать имени. Все паблики постоянно скидывают информацию, что этот человек постоянно рекламирует какой-то лохотрон. То есть люди переходят по этим ссылкам, которые он оставляет, и говорят, вот вы можете заработать. Тра-ля-ля, люди переходят наивные, и получается, что у них счетов снимают деньги. То какое-то лото, то каких-то еще шарлатанов. Я считаю, что это ужасно. Сочная курица. Время уже очень поздно, но, блин, так заходит. Ой, так заходит. Постоянно каких-то мошенников. У меня тоже однажды такое было. Не знаю, рассказывал вам или нет. Пишут мне, значит, на почту по поводу рекламы. Говорят, есть новая какая-то программа монтажа. Пожалуйста, пропиарьте ее. Но вы должны скачать специальную версию для блогеров. Я гуглю насчет этой программы. Вроде как такая программа есть. Ну, я думаю, ну что, подвоха нету. Можно установить на компьютер. Я им говорю, а вы можете прислать мне примеры рекламной интеграции, то есть рекламу у других блогеров. И они мне такие, да, без проблем. Скидывают, значит, мне рекламку. Я обратила внимание, что блогер рассказывает про как раз-таки эту программу, но он указывает официальный сайт. Официальный сайт этой программы аниме какой-то левый сайт дают. То есть то, что у него в инфобоксе и у меня будет в инфобоксе, это не одно и то же. Но здесь, знаете, не то, что вас хотели обмануть, у меня канал хотели отнять. Если я рассказывала эту историю, извините, пожалуйста, ребят, я реально не помню, говорила, не говорила. В общем, я, короче, решила скачивать приложение, зашла на сайт, мне приходит уведомление о системе безопасности Google, что на сайт, в который вы заходите, он сканирует все ваши пароли. Я, конечно, пишу отмена. Нашла на паблике, как эти же люди развели другого блогера. Я им написала, что я поняла, что это развод, ищите других лохов. И они мне перестали отвечать. Если бы это не был бы развод, люди бы хотя бы начали писать, что нет, вы что, из чего вы взяли. Поэтому, ребят, возможно, меня смотрят блогеры, у которых есть каналы. Если вам предлагают что-то установить на компьютер, просто так не соглашайтесь. Перепроверьте. Миллион раз. Посмотрите на пабликах, что говорится. До этого однажды было тоже рекламное приложение. И они мне говорят, вы можете скачать на телефон вот это вот приложение именно по нашей ссылке. Ребят, даже не знаю, сколько материала заснялось и на чем я остановилась. Просто потому, что у меня вдруг заполнилась карточка. Я даже это не заметила. Я вроде болтаю-болтаю, вдруг смотрю, горит красный огонечек, и что карта заполнена. Так что, извините, мои хорошие, возможно, какого-то момента, фрагмента именно в видео не будет. Не знаю, заново рассказывать то, что я рассказывала, или вы это уже дослушали. В общем, ребят, будьте бдительны. Мой вам совет. Особенно, если у вас есть канал. Особенно, если у вас на карточках большие суммы денег. Что я делать не советую. Хранить деньги дома тоже не советую. Вот мне, знаете, всегда, что кажется людям, у кого есть возможность, покупают себе дорогущие браслеты от Кортьер. Правильно? Как они потом не боятся с этими браслетами гулять? Браслет стоит 3 миллиона, к примеру. И она просто с легкостью гуляет с этим браслетом. Возможно, все вокруг думают, что это подделка. Но все равно. Или одну девочку наткнула, знаете, чисто случайно показывала свою коллекцию золота. И у нее так много всего. бриллианты и все дела. Мало ли, не хочу наговаривать. Дай Бог, ничего не произойдет. Но все же, я как человек, которого однажды ограбили, могу сказать вам, что надо быть аккуратнее. Просто надо быть аккуратнее. Курочка прям сочная, сочная, мягенькая. Прям нечто. Я очень люблю вот эту вот часть, именно грудную клетку. Горлышком обожаю. Поэтому как-то так. По идее, в принципе, машину твою могут угнать. Если так бояться, то вообще на улицу выходить не стоит. Но, блин, когда у тебя браслет стоит несколько миллионов или кольцо с огромным бриллиантом, мне бы было страшно. Немного пошуршу. Давайте, чтобы совсем скучно не было, поотвечаем еще на вопросы. Кристина задает вопрос. Кристина, тебе огромный привет. Айка, как ты относишься к свободным отношениям? Я считаю, что свободные отношения придумали мужчины, которые не хотят нести никаких ответственностей и обязанностей. Я против. Но, опять же, всегда у нас на ютубе надо уточнять, это лично мое мнение. Я считаю, что это неправильно. возможно, какой-то девушке нравится подобный формат отношений, для нее это идеал. Я бы категорически не хотела такие отношения. не могу сказать, что я ревниваю, но для меня это неуважение ко мне. Если мужчина параллельно еще просто там спит с кем-то, общается с кем-то, я буду просто чувствовать себя тряпкой. бессмысленно. Моменты, где я вытираю пальцы салфеткой, я стараюсь всегда вырезать, чтобы не было вот этого шуршания. Я вообще за, чтобы какие-то моменты в мукбанке, где я очень долго жую, например, я все вырезаю. Хотя когда я ускоряю, я знаю, что это вам жутко не нравится. Йогурт. Напоследок йогурт. Это у меня савушкин. Лесная ягода. Ой, как пахнет. Гляньте, какой йогурт. Цвет такой прям ягодный. Приступим. Во времена моей бабушки мужчинам можно было все. Не то, что свободные отношения. у некоторых мужчин было по две жены. И жена ничего не могла с этим сделать. Ничего не могла сказать. Потому что было послевоенное время, мужчин было мало. Плюс все эти традиции. жена жена особо так права голоса не имела. но но нужно учитывать такой момент, что в то время женщины особо ничем не занимались. То есть понятное дело в деревне да, а если в городе вся финансовая составляющая лежала на мужчине, поэтому он как раз таки рулил всей этой обстановкой. мне уже кто-то написал. На этом все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами Плайка Эмили. Если вы до сих пор кушаете, то приятного вам аппетита, удачного дня всем.